Гитаристы Ислам Шадыжев, Ахмед Мальсагов, Магомед Мамилов и скрипачка Милена Банхаева воспитанники студии искусств, которые очень плодотворно проводят этот год. Все они стали участниками таких престижных конкурсов, как музыкальная шкатулка, всероссийский конкурс фестиваля исполнителей на классической гитаре имени Аргамакова и международный конкурс исполнителей стринг-премиум 2021. Взяли награды разного достоинства. Подробности у Даны Плеевой. Чтобы так виртуозно скользить по струнам гитары, Исламу Шадыжеву пришлось приложить немало сил и времени. На любимом инструменте 17-летний музыкант играет 7 лет и уже успел заявить о себе на различных конкурсах. Недавно свое мастерство показал и на всероссийском конкурсе фестиваля исполнителей на классической гитаре имени Юрия Аргамакова. Перед выступлением не переживал, ведь конкурс проходил в онлайн формате, но вот перед камерой без волнения не обошлось. В оффлайн режиме есть только одна попытка играть перед толпой людей. В оффлайн режиме можно записывать много раз и выбрать понравившийся вариант. Тебе легче в онлайн формате или все-таки оффлайн? Ну, в онлайн режиме. Вместе с Исламом Шадыжевым удачу попытал и Ахмед Мальсагов. Юноша также скромен, но за пределами объектива признается – волновался очень. Кроме сольного выступления, воспитанники школы искусств также сыграли и дуэтом. По итогам конкурса дуэт гитаристов, исполнивший произведения Козлова «Милонга» и «Восточный танец» стал лауреатом второй степени, а сольное выступление Ахмеда Мальсагова отмечено дипломом, что равнозначно четвертому месту. Класс гитары в школе искусств открыли еще 13 лет назад, и с тех пор ученики заявляют о своих талантах не только в республике, но и за ее пределами. Недавно в межрегиональном конкурсе «Музыкальная шкатулка» первое место получил и Магомед Мамилов. Для онлайн-конкурса он подготовил сразу несколько произведений – бурлеску, сонату Чимироза и портеты брешенелла. Те, которые уже хорошо разучены, которые уже умеют хорошо играть, мы выбираем из тех произведений, и эти я уже оттачиваю как можно лучше и играю на конкурсе. Если Магомед Мамилов играл уже привычные произведения, оттачиваемые не первый год, то Милена Банхаева начала разучивать свои только недавно перед конкурсом. Юная скрипачка впервые приняла участие в первом международном конкурсе исполнителей «Стринг премиум-2021», проходившем в Беларуси. По итогам творческого соревнования она стала дипломантом конкурса. Мы там играли, и мы это выложили в интернет, там снимали все. Ну, сначала у меня не очень получалось, а потом уже у меня получилось, и мы это уже выложили, отправили. А что ты играла? Ну, я играла колыбельную и азвуку Моцарт. А сложно было это разучивать? Ну, сначала я думала, что даже это как-то невозможно, а потом уже просто-просто там. Сейчас школа занимается исключительно продвижением музыки и всем, что с ней связано. И хотя пропаганда любви к вечному в современное время требует больших усилий, но отдача велика, ради чего, несомненно, хочется трудиться еще больше. В направлении у нас в этом году прошло семь конкурсов. Три конкурса на базе Центральной школы искусств и четыре конкурса за пределами. В этом году мы очень активно поработали. И вот мы сейчас готовим у себя доску, специальную доску почета, на которой будут размещены фотографии всех победителей всех этих семи конкурсов. Часто бывает так, что один ребенок в двух-трех конкурсах выигрывал первое призовое место, второе, третье – это уже реже. За школой давно закрепилось неофициальное название «Островок искусства». А основная цель участия воспитанников в таких конкурсах – не только показать свое музыкальное «я», но и отточить свои творческие навыки. Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24.